Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки нензи легенды. Ежедневные награды, забираем свои призы. Так, я не помню, меня спустили до самураев 1 звезда, а сейчас даже наверное еще ниже, давай-ка глянем, потому что я давно не заходил в игру из-за работы. Да, ребята, я в лиге самураев 1 звезда и 46 ранг, я не знаю, сегодня пятница, завтра опять у меня рабочие дни, как мы здесь будем с вами попадать в мастера без понятия. Да и бужи вообще до сёгнув добраться и остаться там. Хорошо, будем пытаться. Бесплатно забираем с тобой колоду, посмотрим, ага, Бакстер Стопман у нас здесь. Далее забираем здесь призы и пойдем наверное на Донателло искать элементы. Так, Донни, ты готов? Я думаю вполне. И нам не хватает 11 вот этих знаков, давай попробуем с тобой вытянуть сегодня. Первая попытка неудачна, вторая то же самое. Третья. Так, один номер мы с тобой достали. Давай-ка наверное попробуем еще вот здесь вот. Эх, Бакстер, Бакстер, опять ты меня подводишь. Так, два номера уже нашли. Три. Уже хорошо. Так, тут фигурка единорога. Четвертый. Блин, по-моему мы, ребят, скорее всего, выполним задание, чем найдем эти автомобильные номера. Ну, я попытаюсь. Так, я уже сбился со счету, сколько мы уже нашли. Но задание, я вижу, уже выполнено у нас. Так, давай посмотрим. Если там немножко, то, скорее всего, будем дальше искать. Три. Три номерных знака. Точнее, автомобильных или какие-то дорожные. Давай попробуем с тобой отыскать. Три это не так уж и много, в принципе, да? Поехали. Фигурка единорога. Да ладно, завязываю уже с своими фигурками. Мутаген Влад еще сгодится. Так, номер автомобильный достали. Второй и нам нужен последний. Все. Все, друзья мои, прокачиваем до шестой ступени геометрию. То есть, это у нас массовая атака. 1250 мутагена я плачу. И шестая ступень. Окей. Так, увеличим силу атаки на 80%. Ну, на самом деле, это уже хороший результат и показатель. Так, нам нужно будет поднять еще кому-нибудь уровень. Хм. Давай, наверное, сделаем... Давай, наверное, сделаем карайки, да? Потому что 64 как-то не туда, не сюда. Сделаем уже 65 уровень и все. Так будет красиво. Так, ну что, забираем свои награды. Нам нужно пройти серию испытаний. Поехали. Друзья мои, я действительно не знаю, как мы будем с вами пробиваться в Лигу Мастеров. Из-за работы. Я просто прихожу с работы, как выжатый лимон. Я не могу ничего сделать. У меня какая-то слабость. Меня вырубает сразу же. Сегодня, слава богу, короткий выходной. Поэтому, как бы, решил записать видосик. Ну и то, и, честно сказать, с удовольствием бы еще часика 2-3 поспал бы. Так, давай нейтрализатор. О, родной, зачем ты так грубо с нами, а? Получи. Ага. Ну что, добьем? Добили. Переходим с тобой на последнюю вторую волну. И смотрим, кто у нас тут. Джастин, да? И Макман. Ну, я, наверное, начну... Блин, хотел с Джастина. Ладно, начнем с Макмана. Скрипа. Конечно же, Скрипа. У меня уже в голове просто каша, елки-палки. Так, давай волну запустим с тобой. Ммм, Джастина теперь надо наказывать. Ну-ка, добивающий. Ну что, остается... А, все, тут училка. И... Понятно. Стрелоза отдуплился. Ладно, последний ударчик. Все, ребят. Все испытания мы с вами прошли. Получим, естественно, 5 откатов. И пойдем на арену. Кстати, сегодня, скорее всего, у нас должен быть... Испытание открытое, которое... Платиновый режим, да? Пятница, по-моему, уже должно открыться. Оно еще в четверг открывается, по идее. Ну-ка, дай-ка я заценю. Во-первых, посмотрим, что у нас в магазине есть. Оу. Слушай, ну вот здесь вот стоит купить, да? 5 ДНК на Данателлофильм. Я думаю, все будут только за. Отлично. 61 ПВП монета, но это мало. А по жетонам... Ой, как всегда, все плохо. Ну что, давай посмотрим. Слушай, через 2 часа только откроется у нас испытание Черепащая буря. Значит, сегодня мы с тобой пройдем. Городская война. Тени на солнце. Тут, кстати, неплохие. Так, а подожди-ка, кто у нас будет выступать? Ай-яй-яй-яй-яй. Опять же, все плохо. Сможем ли пройти? Вот в чем вопрос. Вот это вот полностью испытание. Мне кажется, вряд ли. На сплитере где-нибудь застрянем с вами. Ну, это все будет потом. А сначала у нас турнирная арена. Лига Самураев, одна звезда. Блин, я так... В пятницу, чтобы я был в Лиге Самураев, одной звезде. Давненько я такого не помню. Так, Сережка. Сергей и Эль. Ну, давай, наверное, начнем с тобой. Ну, вот Серегу возьмем, да и все. Так, уже хотел было с этих, с Лео начинать. Нет, начнем мы с тобой. Такое впечатление, как будто я все заново начинаю, понимаешь? Давай, поехали, вот так вот. Всех, наверное, сегодня отыграем. Ну, естественно, я возьму буду Лео. Давай. И сюда. Ну, ты понимаешь, да, к чему? Сейчас Леонардо будет за всех разбираться, а, соответственно, я малышей буду, ну, протаскивать вперед. Вот и вся тактика. Господи, не честно, не справедливо, но зато эффективно. Мне нужны, как говорится, ранги. Нужны, поэтому надо... На войне все методы хороши. Так, с Самураев надо выбираться, потому что, ну, это не дело. Для нас это вообще как-то пазорно, если честно. Так, Тимур, Левин. Так, будем смотреть на кубки и на уровень. Ну, уровень практически у всех одинаковый. Тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой. Поэтому будем за счет Лео тут выкручиваться. Самое главное, чтобы отыграть мне всех моих персонажей. И тогда будет все тип-топ. Мы получаем за них кубки, соответственно, мы быстрее с тобой будем подниматься. Да и с одной стороны, может быть, это и к лучшему. Меньше, как говорится, будет подъемов и спадов. Понимаешь, когда мы с тобой на начальной неделе начинаем все это делать, да? Нас очень-очень быстро раскидывают. Поэтому Лигу можно даже начинать не с понедельника, а, например, со среды. Там будет более-менее, как тебе сказать, конкретика, да? То есть, ты уже куда-то поднялся на определенную ступень, то можешь быть уверен, что тебя не так быстро с нее скинут, как в первые дни. Так, Юлия и Герман. Ну, конечно же, будем брать Юлию. Конечно же. Так, у нас с тобой еще девять откатов впереди. Ну, в принципе, если тут по четыре бойца мы с тобой берем, мы, в принципе, должны успеть уложиться в эти рамки. Но ты также не забывай, что у меня, кроме Лео, есть Усаги, есть Боксер Стокман, есть Железноголовый, Зэк. Да, вполне пройдем. А ну-ка, Лео, руби всех. Можно было бы, конечно, вот этого всего не делать, но вы сами просили, снимай все, ребят. Ну, кому не нравится, может, пускай ползунок там внизу переместит до определенного места, до финального боя. Так, ну что, мы с тобой уже в Самураях. Две звезды, 94-я позиция. Я еще до сих пор не очень этому рад. Ну, потому что... Потому что это Самурай и две звезды. Для меня это вообще не показатель. Для меня показатель сейчас уже Сёгуны. Как минимум, три звездочки. Ну, а в идеале, конечно же, Лига Мастеров. Ну что же, поехали. Опять же, Лео сейчас с одной вертушки, и их всех тут накроет. Кто-то, наверное, скажет, Рейс, зачем ты берешь малышей, когда ты можешь одним Леонардо проходить? Бывали такие вопросы, и я на них постоянно отвечаю, что за каждого бойца в твоей команде ты получаешь кубки. Видишь, плюсики. Плюс 17, плюс 17, плюс 17. Это за каждого бойца. Если я возьму одного Леонардо, у меня будет плюс 17, и всё, не более. Соответственно, я не смогу набрать... У меня будет вот здесь всего 17 кубков. Ну, предположим, да? Или сколько там? 17 умножается на 2. Это 34 кубка. И всё. Нужно, чтобы за всех, за всех у тебя вот шло... Тут ещё Х5. Ну, ты понимаешь, да, круче? На Х5, потому что 5 персонажей, это умножается ещё всё на 2. Вот так вот, ребята. Одни, блин, надо, нет смысла проходить, если у тебя есть слабые герои, и ты знаешь, что они выживут после того, как Лео сделает вертушку. Ну, это касается только Лео. Вы можете взять, например... Ну, Рафаэля я бы вам не советовал. Например, Усаги, Бакстер, Стокман. Даже Зека вряд ли бы я вам посоветовал. Короче, нужны действительно мощные персонажи, которые могут с одной ульты... Армагоша, да, вполне сгодится. С одной ульты сносить именно вражеские отряды. Пускай даже маленького уровня, но главное, чтобы он успевал их сносить. Если хоть кто-то выживает, а у тебя в колоде остаётся какой-нибудь слабенький персонаж, поверь мне, он сразу же рванёт на него. Он не будет прыгать на Леонардо. Он прыгнет, например, там... В моём случае, вот, например, на Лео-Видение. Потому что он 35-й уровень. Ну, и сам понимаешь, что там будет. Плач, ор, психи, катание по полу, биться кулачками об землю. В общем, такая вот тема. Ну что? Мы с собой неплохо вроде бы, да? Бомбанули. И переходим на... Было 75-й, становится... Блин, 15 ступенек всего прыгаем. Слушай, а нам так долго придётся с тобой перебираться. Ну, давай посмотрим, что дальше у нас тут. Значит, Арсен и Владимир. Беру я Владимира. И погнали. Так, рано или поздно эта веселуха закончится, да? Потому что уже 42-й уровень идёт у врага. Потом 50-й, 60-й. Ну, кстати, сотых левлов я ещё никогда не видел у себя в противниках. Максимум, докуда я добирался, этот, по-моему, 89-й. Так, ну что, идеальная победа, как ты видишь. И мы продвигаемся с тобой далее. Ну, давай, давай, хорош грузиться. И 41-я позиция. Слушай, ещё, наверное, боя 2-3, и мы с тобой уже будем в Лиге Самураев 3 звезды. Печалька. Лучше бы мы были с тобой бы в Сёгунах 3 звезды. Вот это да. А лучше бы в Мастерах. Вот это было бы как раз по мне. Ну что, противник до сих пор ещё 45-го уровня. Так, здесь у нас... Ну, это малыши. Мы их разбираем. Тыдыч, и они падают. Насколько я помню, Леонардо где-то застревает на 57-56 уровне. То есть, с этого момента он уже может всех не вырубить. Так что, посмотрим. И откатов у нас сколько с тобой осталось? Ну-ка, 5. Плохо. Джордан, Айбар и Александр. Но тут выбор между Джорданом и Айбаром. Возьмём Айбара, наверное. Так, Лео, давай возвращайся. Так, Зэк что-то потянулся. И так-так-так-так. Раз, два, три, четыре. Ну, тут опять же, тут даже Крэнк не успеет пикнуть. Потому что Лео всех завалит. Тут два Лео. Оригинал и наш. Бамс. Меня это нисколько не удивляет. Блин, мне вот нравится, как этот робот выглядит, да? В котором сидит Крэнк. Прикольный такой. Ну что? Ну неужели? Ёлка, полки самурай. Три звезды. Добрались горем пополам. Теперь бы нам как-то с тобой надо пробиться в сёгуны. Слушай, завтра я постараюсь до работы, наверное, так как я пойду работать в ночь. Пройти испытания именно... Кто там у нас будет? А, черепашья буря. Поэтому попробуем, наверное, там с тобой забомбить. Пофармить маленько наших черепашек. Тыдич. Вот, потому что больше нам там делать всё равно нечего. Ну, а основной, конечно же, уклон будет именно на арену. Потому что если мы в арене с тобой не будем получать как минимум мастера, или хотя бы сёгуна три звезды, мы с тобой очень и очень долго будем копить на эти осколки платиновые, которые у нас, конечно же, стоят в приоритете. Так, Санёк, Алексей и Валерка. Ну, давай я возьму, наверное, Санька. Многие пишут, Рэй, дай свой аккаунт. Я тебе помогу, я тебе взломаю игру, дам тебе там много чего. Ребят, ещё раз говорю, мне этого не надо. Я буду всё делать сам. Добиваться всего сам. Кто-то писал, Рэй, ты что вкладывался в Бравл Старс? С чего это вдруг взяли? Без понятия. Нет, конечно же. В Бравл Старс я играл по чесноку. И, не знаю, может быть, скоро, скоро вернусь. Но не буду так уж часто играть. Редненько там. Серия в недельку, может быть. Да и то посмотрим, как пойдёт. И будет ли время. Потому что время у меня действительно в обрез. Помимо этого канала, у меня ещё и второй, в котором тоже надо выкладывать, ребята, игры. Но игры уже в более взрослого контента. Так, ладно. Андрей, Вукасин и Никита. Ну, я не знаю. Ну, давай, наверное, возьмём с собой Андрюху. Фиксим, так уж и быть. Всё, отката у нас всё меньше. Последний откат вообще остался. И надо нам его как-то реализовать. По полной программе. Героев-то у меня всё меньше и меньше, как ты видишь, да? А враг неугомонный. Всё, нападает и нападает. Так, ну что, поехали. 45 уровень, он падает весь абсолютно. Так, Лео выиграл. И все остальные вместе с ним. Ну, и мы с тобой двигаемся дальше. Сегодня, наверное, попробуем, ребята, сыграть в ПВЗ-2. Потом в ПВЗ-герои. Но, но, хочу подчеркнуть, бессмертию я до сих пор не победил. Хоть и есть легендарные карты, но бессмертие это что-то со своими призраками. Ну, вы помните, да? Серию видели? Что она творит? Так что сегодня будем, наверное, играть за зомбарей. Так, ну что, 49-ый рэнк у нас, да? И мы с тобой Андрея. Кто там? Примнат. И... Джиропорн. Серьезно? Да ну, какая нафиг жиропорна? Может... Яропорн? Не знаю. Не знаю, не знаю. Не хочу коверкать, бедную девчулю. Возьмем, короче, с тобой Андрея. Все. Берем Андрея. Последний откат с тобой тратим. Железноголова, отвянь. Слушай, ну героев-то еще хватает. О-хо-хо-хо-хо. Мы... Входим в некий тупик с тобой. Почему? Потому что... Тут 100% Лео рулил. Как говорится, за этим престолом. А дальше-то как? Ну, сделает удар Усаги. Ладно, фиг с ним. Потом-то кто? Армагошу? Армагоша вряд ли, кстати, сможет всех подбиться на его удара. Поэтому... Опасочка? Ладно, смотрим. Так, 31-я позиция. Нам с тобой придется действовать немножко по другой тактике. Выбирать кубки, как говорится, все те же самые, но самого слабого персонажа. И здесь я вижу Джоанну. Она, по-моему, будет слабее, да? Хотя... Да, Джоанна. Берем ее. Поехали. Кто у нас тут? Слушай, ну в принципе, 50-е уровни должны выжить. И берем с тобой... Армагошу. Хотел змейковью надумал, но что-то передумал. Давай-ка без риска, без страха. Я тебе еще расскажу, что... Не факт, что Армагон всех завалит. Но тут нам повезло. Армагон красавчик уделал всех своим этим... Волуном, булыжником. И мы с тобой переходим дальше. Давай-ка заценим, куда мы с тобой приземлимся. Вот. Вот уже пахнет сюгунами. Потому что... Ну, сам-то видел, какая позиция, да? Ранг 14-й у нас. Так, с кем бы... Вот. Определяемся с Анатолием. 15-19 кубков. И... Тихо. Раз, два, три. Но тут уже на уровне. Аккуратно. Тут уже на уровне. Поэтому берем с тобой... Рахзара. И берем, ко всему прочему... Нет, нет, нет. Никарайку. Конечно же, Змейковьёна лучше взять. После Рахзарчика, я думаю, он должен хорошо заходить. Поехали. Так, Рахзар берет провокацию. Сейчас будет куча негатива на нас вылита. Потому что это усиливает команду. Второй ход делает удивительно. Как он так успел. Так, а мы начинаем с массовых атак. Упс. Вот об этом я тебе и говорил. Видишь? Недобиточки. Так, наказываем Дони. Так, следующим, наверное, все-таки надо нам с тобой завалить Ваньку-стиранка. Упс. Упс, тихо. Как бы тебя шлепнуто. Окей. Так, Дони. Ага, он делает защиту. Ну-ка, смерть с небес. Нормуль. Так, остается Дони. Ой, и Майки. Поехали вот так вот. Оп. Да что ж такое-то. Крепкие малые. Промахнулся. А так. Ой, Эйприл. Твой удар ногой-то просто ни о чем. Ну что, добиваем Дони? Нет. Так, у нас с тобой... Ага, провокация исчезла. И Донателло начал бычить почему-то на Эйприл. Хотя он без ума от нее. Ну, видишь, обидочка у него там за душой. Ладно. Для нас это не важно. Попадаем мы с тобой наконец-то в Лигу Сегунов. 96-я позиция. Вот теперь я себя чувствую более-менее комфортно, потому что оно это моя стезя. Так, тут, значит, Алиур и Сергей. Давай возьмем Серегу. 47-й и 50-й уровень. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Возьмем, наверное, нейтрализатора. И сюда же хочу взять... Нет. Возьмем Дони. Нейтрализатор и Дони имеют массовые атаки. Причем у Дони мы сегодня прокачали до шестой ступени. Поэтому он должен бомбить не по-детски. Так. Ага. Ну-ка, проверим. Хорошо, но не совсем. Это, понимаешь, это еще... Прибавь сюда понижение брони. Оу, тихо. Блин, Рафик меня подвел, а. У меня провокатор-то тут нет уже, да? Нету. У меня только лишь хил. Хм. Кого бы бабочками? Наверное, нам нужно все-таки уничтожать Монда Гека. В первую очередь. Ой, Макман же еще он сильный. Так, ну-ка, добьешь. Так, добил Монда Гека. Надо нам пробить с собой Макмана. Вот. Все. Так, вот этого не забывайте тоже у него, ребята, есть. Офигенный страшный удар. Удар. Нет, не этот. Ну, ты понял, про какой удар. Удар локтем. Да иди ты, ну-ка. Подобьешь. Морозилочка, ну. Так, у него, видимо, уклонение стоит. Из-за этого попасть не можем. Окей. Так, Рафаэль, Рафаэль, давай-ка мы... Ой. Отлично. Подбили. Так, а если... Ну вот, все. Тут расписали. И Рафаэля подбили, как говорится. И кабанан завалили. Двигаемся теперь с тобой далее. Сейчас посмотрим, на какую позицию еще приземлимся. Ну-ка. 96-я была, становится 74-я. Воу. Слушай, ну, наверное, до... До интересности Огунов две звезды доберемся сегодня или нет, а? Мне бы хотелось. Но, судя по тому, сколько у нас... Ну, не, ну, в принципе, героев еще вроде бы хватает. Слушай, а как он вот с такими вот 47-ми и 49-ми уровнями может находиться в Сюгунах? Меня это немножко даже удивляет, если честно. Берем, короче, здесь одного зэка. Я думаю, будет достаточно, потому что 49-й и 47-й уровни. Бросок его бомбочки должен покарать практически всех. Но если не покарает, то, по крайней мере, замедлит. Ну-ка, проверим. Упс. Что-то я как-то... В зэке был более-менее уверен. Так. Да е-мое. Хиляют еще. Блин. Что ж ты будешь делать-то? Вот как-нибудь теперь их бомбить? Так, Ванюш, ну. Так, слыши, майки, минус. Добиваем с тобой, наверное, Микеланджело и нейтрализатора. Фигня. Но зато меткость понизили. Так, добивай зэка его. Он твой. Все. Вот об этом я и говорю, что, видишь, не добиваешь, потом они отхиливаются и становится сложнее, потому что ты все свои суператаки потратил. Ладушки, двигаемся дальше и мы с тобой приземляемся на 58-я позиция. Отлично. Слушай, я думаю, что тут все-таки в самурае... Ой, все, гоно, мы с тобой заберемся до двух звезд. Я почему-то в это верю. Я верю в нас, друзья мои. Хотя персонажей очень мало становится, скажем, разом. С каждым нашим боем даже... Нет, не получится. Смотри. Раз, два, три. Да, е-мое. Раз, два, три, четыре, пять. Это вот один бой, да, у нас? И здесь вот так вот делаем. Нет, не так. Вот так вот. Да, к сожалению, не получится. Не хватает у меня героев. То есть два боя остаются всего лишь у нас. Откатов, к сожалению, нету. Леонарда я взять не могу. Ну что же. Где-то тогда будет у нас 30-я позиция. Но, тем не менее, завтра можно, в принципе, доиграть. И перейти. А может быть, сегодня даже вечером. Ладно, понеслась душа в рай. Минус майки. Надо с тобой убрать Бакстер Стокман отсюда. Окей. Так, это кто у нас? Это морозильная кошка. Ей тут не бывать. Потом идет по уровню... Упс. Ничего себе звезданул. Да... Оу! Воу! Воу! Тихо! Ты что сделал, а? Как меня эта зеленая жижа бесит? Я все время про нее забываю, что она может мне... Ты прикинь. Они просто уничтожили Паукуса. А он 60-го уровня был. Прикинь, просто Крис Брэдфорд про нее сделал проникающий удар. И Макман просто раздавил его. Да. Значит, мы... Вот стоило только одного персонажа потерять, и тебя просто перекидывают на ничтожное место. Ой, господи, да? Что же я так лопухнулся-то? Ладно, ребята, будем мстить. Два героя у меня, получается, не в удел. Хотя мы можем, знаешь, как сделать? Мы же можем с тобой разделить, да, ведь? Раз, два... А что мне эта дележка даст? Мне эта дележка ничего не даст. Ладно, хорошо, давай сделаем тогда с тобой следующим образом. Здесь отыграем полностью, а следующую битву просто двумя героями будем проходить. Ну что, ребятушки, погнали. Даже не буду здесь никакое уклонение делать, и оно того не стоит. Мы их сейчас быстро разберем все сами. Так, постепенный урон. Карачка добивает. Все. Проще паренной репы. Остается нам с тобой отыграть двумя персонажами, которые у нас там остались. Это Железная Голова. Позиция у нас с тобой 37-я. Выбираем, предположим, с тобой, ну, вот этих вот, Анночку возьмем, да? И вот у нас Железная Голова и Бакстер Стопман. Ну, поверь мне, они здесь вдвоем могут такого шороха насти, что мало не покажется. Вот тебе результат. И добивающий. Все. Это называется изи. То есть легче легкого. Ну, что же, а мы с тобой тогда заканчиваем с лигой, и у нас будет испытание сегодня. Какое место? 35-е. Прикинь? Вот то, что я вдвоем поигрался, да? Я всего лишь с 37-го попал на 35-е место. Обалдеть. Ладно, ничего страшного. Так, давай-ка мы с тобой заценим. По испытанию у нас с тобой остается Городская война тени на солнце. Ну, что же, поехали. Будем потихонечку проходить. Ну, естественно, первые вот эти бои мы с тобой ставим на автобой. Потому что здесь ничего придумать не надо, они сами справятся. Последняя награда, как вы знаете, у нас будет Усаги. Но я тебе честно скажу, что он мне не нужен, так как он прокачан на 5 золотые звезды. Единственное, что надо, это нам осколки платиновые, чтобы перевести его в платиновые рамки. Вот и все. Так, ну что тут Лео и Карайка у нас? Естественно, 12 уровня, мы их быстро с тобой сносим. И переходим далее. Сейчас посмотрим, какой там у нас будет уровень. Ну, какой там? Если был 12, сейчас будет где-то 20, может, 5-й. Так, да, Нателла, да, значит, даже 20-й. Ничего менять не будем. Единственное, что последний бой, наверное, мы с тобой отключим кого? Скорее всего, Тигра. Потому что он самый слабый, да? В этой бойме он 60-го уровня, а остальные все за 70. Так, разбираемся. Это у нас была предпоследняя, и сейчас мы на последней волне. Здесь у нас Донателла и Рафаэль. И все они, как мы видим, 25-го уровня были. Так, а этих мы быстренько разобрали. Получаем ДНК на Донателла. Но я тебе скажу одно, что Донателла нам тоже не нужен, так как он уже давно в платиновом ранге. Так, ну-ка. Окей. Морозимная кошка нам тоже не нужна. Вот этот Микеланджело нам не нужен. И начинается. Вот здесь вот Кунаинчи, Алапекс, Шинигами и... Короче, да, 4 бойца остальные нам нужны. А эти пока так, разогревочными идут. Поехали. Ну, раз, два, три. Окей. Что-то, блин, как с наступлением жары. Ребята, у меня что-то с дыхалкой не то. Не хватает кислорода. Я не могу отдышаться, понимаешь? Постоянно какая-то отдышка аж бесит. Приходится переводить дух, чтобы что-нибудь сказать. Так, ладно. Сюда, сюда, сюда и сюда. Все. Еще один непутевый бой у нас с тобой впереди. Там будет Микеланджело. А уже дальше будут действительно хорошие бои и те самые персонажи, которые мне нужны. Ну вот у нас и майки. Поехали. Также на автобой, ребят, 45 уровни и, наверное, еще два эпизодика. И тигра, как я говорил, будем убирать с вами из наших этих рядов. Так, бронетараканы получают. Окей. Ах ты! Видишь, тигр слабый. Даже не может убить таракана 40 уровня. О чем я и говорил, что дальше ему не будет места в нашей команде. Не тянет он. Он даже Кейджа не смог завалить. Представляешь? Так, идем дальше, смотрим. Морозильная кошка, Донателло и майки. Но это последняя волна у нас. О! Стрелозада зато завалил он. Ха! Все. Тут на изи. Ладно, двигаемся с тобой дальше и... Кто там у нас будет? Я не знаю, кто там у нас будет дальше. По-моему... Кунаичи. Ну-ка. Кунаичи и Алапекс. 55 уровни. Короче, здесь у нас с тобой тигр. Находится в последний раз. Потом мы его просто-напросто убираем. Тут уже даже такие хаи не могут пробить. Например, зэк. Ты видел? Так, Крис Брэдфорд добивает. Этот тоже добивает. Нормуль. Дальше у нас два стрелозада и дроны. Почему-то зэк по атаке, именно по ближней, очень слаб. А тигр зато по атаке дальний. Очень силен. Но почему-то он ее не применяет. Окей. Так. Берет провокацию. Слушай, нет. Я, наверное, возьму его на следующий уровень. Вроде держится молодцом. Вот это я не понимаю, зачем ты сделал, Бакстер. Но он один же стоит. У нас еще четвертая волна. Там бы мог вполне себе применить маузеров. Нет он. Ай, ладно. Тысячу раз говорю одно и то же. И как будто, значит, как будто они меня слышат. Но не понимают. На самом деле, конечно же, это все бесплезно. Что ты им будешь говорить. Они играть будут по-своему. Но предела возмущения у меня не будет никогда. Это я тебе точно говорю. Ну что, на три звезды здесь все отлично. Мы с тобой получаем ДНК на Кунаичи. Причем самое удивительное, да? Что именно в этом испытании Кунаичи стоит на первом месте. А есть еще одно испытание, где она на самом последнем месте стоит. Да? То есть фиг еще до нее доберешься. А здесь она вот. Бери, не хочу. Ой, друзья мои. Я, наверное, все-таки пока оставлю Тигриного Когтя в обойме в нашей, да? Ну, если я почувствую, что он будет сдавать. Естественно, будем его отсюда сразу же убирать. Хотя мы его уже не успеем убрать, потому что его завалят. Ну, следующий бой будем тогда начинать уже без него. Окей. Переходим с тобой на вторую волну. Ну, и смотрим, что у нас тут произойдет. Так, стрелозада завалили. Постепенно урон на дрона. Крис Брэдфорд его уничтожает. Так, эти берут контратаку. Плюс усиленную атаку накастовали. Опять же, я не понимаю, зачем ты, зэк, это делаешь? Бросил массовую атаку, бомбочку, да? Так, это у нас третья волна. Ну, тут сам понимаешь, что все должно быть на изи. Тыч. Оу, смерть с небес применил. Давненько, ребят, я не видел, чтобы Рахзар под управлением бота начал делать смерть с небес. Так, Аллопекс, успокойся. Кого он там бьет-то? Опс, а вот это я говорил, ребята. Сейчас они будут валить мне Шархана. И, скорее всего, его завалят сейчас. Да. Фуфляндия, короче. Тигр продул. Ай, не знаю, проходить ли нам на три звезды или не стоит. Ну, главное, что я знаю, что если мы его уберем, этот уровень будет пройден на три звездочки. Пока я, наверное, не буду. Смысла в этом нету. Фармить я все равно пока никого здесь не забираюсь. Единственное, что как бы для репутации, да, игровой, это не очень хороший показатель. Ну, да ладно. Так, ну что, мы с тобой здесь выиграли на две звезды. Блин, как-то почему-то я не думал, что Шархан все-таки обделается. И он меня подвел. Так, ну что, лисичку получили. И мы с тобой переходим на шенигами. Тигра мы с тобой убираем, потому что он сам видел, да, что произошло. Его расписали. Причем с полтычка. Сейчас посмотрим, как вот эта команда будет у меня справляться против 70-х уровней. Хотя мы сами недалеко ушли. Как ты видишь, у меня Крис Брэдфорд имеет 72-й уровень. Зек 80-й. И Бакстер Стокман тоже имеет 80-й уровень. Зачем ты это сейчас сделал? Я вот не пойму. Волну взял, применил. Для чего? Нет, надо тут руками играть. Это какой-то бред, ребят. Погнали, короче, сами. Так, минус. Минус. Дальше. Так, плюс. Ну, что ты там вешаешь? Усиление атаки тебе не понадобится. Поехали. Так, понижение защиты добили. Переходим с тобой на третью волну. Опять одни дроны. Делаем с тобой защиту. Понеслась. Маузеры пошли. Окей. Добивочки. Так, раз. Двас. И Трис. Переходим с тобой на предпоследнюю волну. Здесь у нас Лео, Майки и Морозильная Кушка. Бросаем, естественно, сюда с тобой бомбочку. Дальше. Майки применяет бомбочку, да? Берем провокацию на Рахзара. Так, Стрелозада минус. Так, Лео. Опа. А это опасно на самом деле. Вот так вот делать. Сейчас мне могут ребята Рахзара, по-моему, уничтожить. Но будем стараться, что нет. Так, опять соседи начали там что-то ремонт делать. Или черт знает что. Засверлякали. Как меня это раздражает, а? Так, подожди. Главное, чтобы Рахзара не добили, ребята. Нет. Твою ж налево. Так, короче. Надо было с самого начала играть своими руками. Потому что Баксер, конечно, там меня подвел. Зачем он выпустил там волну эту смертельную на одного персонажа? Я ума не приложу. Так, начинаются пляски. Я еще удивлен, что он это не сделал с самого начала. Естественно, мы с тобой сейчас будем промахиваться. Не-не-не-не, парень. Отдохнуть тебе надо. Так, опять промашка. Понижение брони. А добить все равно не можем. Прикинь. А ну-ка. Фигей просто, а? Ужатали. Пятая волна. Поехали. Окей. Так, нам надо с тобой, наверное, карайку. Попытаться. Оп. Мимо. А так. На них на всех висит постепенный урон. Кого-то сейчас потеряем, да? А, нет, еще пока нет. Иммунитет. Оу, удар летучих мышей. Это плохо. А почему она вдруг? Все переключились именно на Бакстера. И это хорошо, что они переключились на Бакстера. Иначе бы они мне завалили. Любого. Например, Криса Брэдфорда вполне могли бы ушатать. За такое количество ударов. Ну, ладно. Так, я не знаю. Друзья мои, стоит ли нам с тобой идти вот сюда? Мне кажется, вряд ли. Тут 85 уровни. Мы не сможем их одолеть, друзья мои. Вообще никак. Ну, вот то, что я хочу сделать, так это вот здесь пройти на 3 звезды. Потому что меня это, честно говоря, раздражает. Не могу. Прям глаза замыливает. Давай-ка я попробую пройти. Все идеально и четенько. Поехали. Тут достаточно простых, обычных ударов. Не надо никаких делать суперсложных комбинаций или еще чего-нибудь. Просто в рукопашечку обычными самыми первыми ударами их ушатываем. Все. Переходим с тобой на вторую волну. Здесь то же самое. Абсолютно та же тактика. Ничего не надо изобретать. Единственное, что ты можешь себе сделать, это повесить баф для себя дополнительный. Ну, чтобы быть уверенным, да, на 100%, что здесь ты пройдешь. Это если у тебя уровень, ну, чуть-чуть послабее. Например, уровень 65-62. Делаем вот такую штуку. И погнали на разборочки. Так. Добиваем последнего. Переходим с тобой на третью волну. И здесь у нас ничего абсолютно сложного нет. Раз. Два. Поехали. Так. Сейчас, сейчас, сейчас ушатаем. Отлично. Так, и добиваем, ребят. Переходим с тобой на четвертую волну. Как видишь, у меня все и все целы. Так, поехали. Не будем брать провокацию с тобой. Начнем напрямую. Теперь выпускаем все свои массовые атаки, которые у нас только есть. У кого есть. Здесь рекомендую поставить защиту. Перестраховаться, так сказать. Дальше бросаем бомбочку. Так. Ну, этот должен андуплиться, если выживить даже. Так. Тот упал и добиваем. Все, ребята. В принципе, вот такая вот стратегия должна была быть. И никаких сложностей нету. Все абсолютно целые. Ну, кроме, естественно, тигра, потому что мы его даже и не брали. В свой состав. 35 жетолов. Ну что, давай попробуем здесь пройти теперь точно так же. На 3 звездочки. И, как говорится, без потерь. Ну, начнем. Бросаем бомбочку. Окей. Так, выпускаем когти. Контратаку повесил, да? Хорошо. Погнали. Минус. Воу-воу-воу. Зря ты старик это сделал. На-ка. Так, у меня хила нету. Поэтому нужно здесь очень сильно беречь жизни. И поэтому я тебе рекомендую ставить по возможности защиту. Дополнительную. Так, здесь долго особенно... Да ладно, в принципе, можно и так разобрать их. Можно их и так разобрать. Так, контратака. Добиваем. Контратака. Так, что он там делает? Ага, усиливает защиту. Понял. Добили. Переходим с тобой на третью волну. Так, ну здесь их много, поэтому лучше сделать вот так вот. А после потихонечку-потихонечку их добивать. Добивать лучше тех, у кого мало здоровья, потому что они упадут от... ...постепенного урона. Все, переходим с тобой на четвертую волну. Здесь у нас опасный это Лео. Поэтому рекомендую сделать, наверное, вот так вот. Бросить бомбочку. После этого Лео лучше наказать вот таким ударом. Но он не добился еще, поэтому надо его уничтожить. Дальше Майки, чтобы он не вешал здесь уклонения. Надо успеть, друзья мои. Так, идет отхил от морзильной кошки. Сейчас посмотрим, что будет делать Майки. Будет пляску свою наводить? Или же не будет? Ой, что? Блин, провокация. Господи, я не увидел. Так, ну-ка давай сделаем вот такой с тобой трюк. И заблокируем способности. Даже не получилось. Отхил, конечно же, у Майки отхил есть. Ну, морзильная кошка здесь... А, ускорение делает. Ну, погнали тогда. Мимо. А ну-ка пробили, отлично. Так, морзильная кошка. Ой-ой-ой-ой-ой. Крис Брэдфорд у нас здесь что-то с вами вообще ни о чем, ребят. Так, переходим на последнюю пятую волну. Массовых атак у нас с тобой нету. Делаем сразу же дополнительную защиту. Так, секунду. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Будем бить по шине... О-о-о-о-о-о, шине-гами снесли. Я даже сам не ожидал, что так получится. Так, только не Криса. Нам надо с тобой на Рокзара повесить провокацию. Потому что Крис Брэдфорд у нас в печальной ситуации с тобой находится. И понеслась, короче. Начинаем. Эйприл Кунаичи одоплилась. Дальше мы выпускаем с тобой волну. И добиваем карайку. Все, ребята. Как-то так должно было у нас с тобой получиться изначально. Ну, в общем, ты сам видишь результат. Мы с тобой прошли на три звездочки. Без помощи тигриного когтя получили радарные маяки. И теперь эти уровни можно, как ты понимаешь, фармить. Кстати, вот этот уровень неплохо пофармить бы. У нас с тобой 108 телепортов. Давай попробуем. Ну, конечно, желтые осколки. 40 жетонов. Все. Сыр, к сожалению, закончился. Знаешь, что я хочу сделать на дорожку? Я думаю, ты догадался правильно. Я хочу... Так, подожди. А где у нас... Где у нас с тобой... Здесь же, да? Или не здесь? А-а-а. У нас еще и этого не хватает. Я хотел крутануть рулеточку. Но ты видишь, у нас не хватает с тобой пиццы. Все, потратили. Ну что, дорогие друзья. Тогда на этой ноте будем закругляться. Обязательно встретимся с вами в следующей серии. Потому что через 2 часа будет черепашья буря. И, соответственно, платиновое испытание клан Фуд. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok